Во время грузино-абхазской войны наш народ получил братскую поддержку из России, Северного Кавказа, Турции и других стран. Добровольцы встали на защиту малочисленной нации. Многие из них сложили свои головы за свободу нашей Родины. Одним из тех, кто подставил братское плечо в трудную минуту, был уроженец Санкт-Петербурга Михаил Николаевич Голубев. Вместе с абхазскими бойцами он воевал на многих фронтах. В одном из них Михаил получил сильное ранение, в результате чего ему ампутировали ногу. После Отечественной войны доброволец остался жить в Абхазии. Ветеран периодически восстанавливал здоровье в Республиканском реабилитационном центре. В 2010 году скоропостижно ушел из жизни ветеран-инвалид войны Михаил Голубев. Похороны были организованы Ассоциацией инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Но для увековечения его памяти необходимо было установить памятник и оградить могилу. В связи с этим члены Ассоциации обратились с письмом к депутатам Гагарского районного собрания и к руководству администрации. Народные избратники и глава района поддержали инициативу и выделили денежные средства на установку надгробного камня и на ограду могилы. В изготовлении, установку камня и ограды взял на себя житель нашего района Николай Александрович, который не раз в послевоенные годы от себя лично помогал семьям погибших воинов в благоустройстве могил. 5 декабря почтить память ветерана войны и возложить цветы к могиле пришли боевые товарищи Михаила Голубева, а также руководство администрации и депутаты районного собрания. Михаил Голубев Голубев навсегда останется жить в сердцах нашего народа, ведь благодаря таким добровольцам, как он, в годы войны абхазский народ ощутил братскую поддержку. И не упав духом, совместными усилиями нам досталась заслуженная победа, а впоследствии и независимость. Михаил Голубев награжден орденом Леона. «Сегодня мы, слава Богу, увлековечили память нашего брата. Спасибо администрации, что она пошла на встречу, тем более по первым нашим решениям, там мы остановились на 50 тысяч, эта сумма не хватала, и администрация без разговора еще добавила 20 тысяч. Вот 70 тысяч, благодаря тому, что они зашли, наш брат сделал, увлековечил ему память, и дай Бог, чтобы все, кто здесь еще, очень многие, вот так вот безвестно лежат, и их могилки заброшены, так же, как была заброшена его. Его похоронила ассоциация, но как могла, больше она не вытягивала. Сегодня мы можем смело прийти и сказать, ты увлековечен навечно, спи, наш брат, спасибо тебе». Михаил был у меня дома во время войны, после войны. Они приходили домой, они кормил, габрицы отвозил, товарищ был, помогали им мы все, кто мог что. И последняя остановка памятники сделали, все, больше мы ничего не можем помочь. «Голубев Михаил» сегодня вот здесь вот, наконец-то мы установили, не сразу все, Россия большая, огромная, с своими возможностями, не сразу всем поставила свои памятники. Ну, в этом плане здесь районное собрание вышло с инициативой, администрация поддержала, и мы сумели вот здесь вот с помощью друзей, ребят, установить этот памятник. Честно говоря, мне слово «доброволец» как-то в этом отношении, он коробит, мне хочется сказать, что это наш брат здесь захоронен, который потерял частицу своего здоровья, потерял частицу своего тела, и никуда с этой земли не ушел, а остался здесь, и вот здесь он будет у нас стоять на страже нашей этой земли, и в нашей памяти останется нас всегда. Мы хотим помнить таких вот героев нашей земли, которые свою, нашу боль посчитали как свою и прибыли сюда. Вечная память, дорогой Михаил. Начало войны, в 92-м году, кто услышал трагедию, что война в Абхазии, все откликнулись, и добровольцы из России, юга России, весь Советский Союз бывший пришел, как бы знали, что малый братский народ Абхазии находится в террористом состоянии, и эти ребята сложили голову. Он, Михаил, был ранен и очень долгое время находился на излечении. Видимо, судьбой так было создано, что он дожил до этих. Спасибо большое всем добровольцам России, Северного Кавказа, юга России. Северного Кавказа